здравствуйте сегодня поговорим о красиво цветущих самых красиво цветущих плющелистных ампельных пеларгоний у меня собрались очень красивые сорта сейчас февраль месяц и они только пустили в рост свои верхушки начали просыпаться и чтобы они сильно не вытянулись их нужно обрезать обрезать правильно обрезать вот у меня сорт смотрите какой красивый замечательный сорт крокодил или как он называется не знаю не где-то записано но на горшотика к сожалению я не подписала свои растения и сейчас я вам покажу как укоренить растения которые вы не записали и чтобы этот сорт сохранился название растений не записали и хотели бы чтобы этот сорт сохранился и назвать его в дальнейшем так как он называется для начала берем вот такой опрыскиватель подготовим стаканчики сделаем них дырочки насыпем грунт и приступим как я делаю дырочки в стаканчиках беру обыкновенный паяльник старый потому что новый мне сын не дал и протыкаю паяльничком и получается кругленькие дырочки одной рукой очень неудобно но дырочка протыкается моментально вот ведь и так каждый раз но дырочка необходимо для того чтобы выходила лишняя влага не застаивалась вода не загнивала почва да во всех стаканчиках белой дырочки проделаны приступаем к посадке наполняем грунтом стаканчики и начинаем сажать наше растение теперь нужно стаканчики наполнить грунтом каждый стаканчик вот у меня есть помощник он не наполняет грунтом и мне облегчает работу я ему подставляю стаканчики а он каждый стаканчик насыпает грунта смесь смесь состоит из верхового торфа и перлита это самая лучшая смесь для того чтобы укоренились ваши растения если ставить перегнозную смесь добавить еще перегноя тогда корни пускают меньше а так перлит удерживает влагу и когда нужно отдает ее растению очень хорошо вот мы с помощником сейчас нагрузим торфяными торфяной смесью стаканчики и будем делать посадочку смесь слегка влажная земляная смесь не сильно вот эти скомкивается и держится немножко обрыскиватели берем вот такой у меня препарат есть это не реклама это просто препарат я пользуюсь который несколько лет подряд и хочу вам посоветовать он мне очень нравится этого препарата нужно брать 1 чайная ложка на два с половиной литра воды здесь у меня полтора литра воды возьмем половину чайной ложки ложка у меня будет пластиковая пол ложечки наберем вот я взяла этого препарата насыпала он в сыпучем состоянии такие гранулки пол чайной ложечки теперь высыпаю высыпаю сюда в эту водичку перемешиваем но очень быстро гранулы растворяются уже практически не видно сейчас закручу перемешаю я закрутила свой аппетит теперь просто вот так взболтаю и гранулы уже у меня растворились теперь что я буду делать с этой водой этой водой с препаратом я буду поливать землю но для начала мне нужно посадить мои растения сейчас приступим к посадке растений возьмем например вот этот кустик здесь он у меня подписан viva carolina это замечательный куст с растением он сказочный цветет обалденно я возьму с него вот этот череночек вот ведь так раз очень легко берется вот эти нижние листики я вот эти листочки оставлю его не нужно подсушивать ничего не нужно делать просто берем и вставляем в горшочек все и этот горшочек нужно подписать так как я знаю название я сейчас маркером напишу здесь viva carolina вот у меня черный маркин который не смывающийся и я подпишу я подписала еще один стаканчик вот viva carolina для того чтоб сейчас расскажу смотрите это растение у меня как бы вытянулась вот этот ствол он мешает росту я хочу здесь обрезать а вот этот кончик тоже укоренить можно было бы этот но здесь очень мало почек здесь просыпаются эти почечки здесь почечка проснется здесь и будет замечательное растение если я вот это обрежу будет больше силы идти на вот эти растущие которые вновь открывающие почки может еще спящие откроются и кустик будет смотреться пышненький а если бы оставила он бы вытягивался вот эти доминирующие росточки бы росли вверх а эти бы остановились в росте я этого не хочу так как теперь я беру секатор и обрежу вот в этом месте а вот этот верхний череночек который я обрезал эти вот этот ствол весь не буду конечно так сажать а вот в этом месте его обломаю нам ламывается очень легко вот видите в этом месте а эту палочку выброшу сейчас перегнуть нужно одной рукой очень неудобно конечно я же хочу вам показать сейчас возьму секатор подрежу в этом месте все здесь убирать никакие листочки не нужно ничего она не загниет ничего лишнего нет в этот горшочек который я подписала вставляю череночек вот у меня два растения вот его каролина теперь будем следующее сажать пока я сажаю в сухую землю а затем буду поливать вот этим раствором с препаратом который я сделала а пока в сухую землю вот это выбросим с вот этого с этой веточки ничего не получится это смело можно выбрасывать и вот посмотрите какой пышненький кустик получится если проснуться еще вот здесь . здесь . здесь вот начала просыпаться зелененькая вот вот и будет красивенький пышненький кустик дальше смотрим это растение смотрите какой она замечательная красиво а вот эта веточка портит всю декоративность ее нужно удалить она не нужна здесь совершенно и тянет силы ведь она зелененькая сок поступал к этому растению ветер и веточка она здесь не нужно стволить такой это растение мы пока резать не будем так как она сильно молоденькая я его осенью только посадила и она прижилась видите можно было конечно верхушечку эту срезать наверно не буду я его знаете что сделаю прищипну вот это молодое растение пошло в рост я вот эти два листочка прищипну а прищипка делается для того чтобы пробудить тем самым спящие почки не дать рост верхушечному растению чтобы она в рост не росло так с этим растением что он вам делать ведь я их не подписала эти места сейчас вам расскажу как я делаю здесь тоже я прищипну вот этот листочек даже верх не сниму его вот и выбрасываю прямо в горшочек все с этим горшочком мы закончили с этим горшочком больше ничего делать не будем можно отнести его на место берем следующий горшочек честно зацепился немножко здесь уже будет больше черенков как вы видите куст пышный красивый нарос хорошо он был обрезан осенью досконально так как мне надо было очень много черенков и к весне видите как он пошел в рост это немножко он преклонялся к окну к стеклу и видите как то листики деформировались немножко может подмерзли но ничего он отойдет все у него будет нормально здесь у меня посажена два куста как называются я не подписала я знаю что это красная пеларгония но я не подписал сейчас вам ее корень для начала обрежем один из этих кустиков а затем покажу как я буду писать название вот название в данный момент я не знаю как она называется сейчас я придумаю как выйти с этого положения и вас научу так смотрите какой длинный побег с него можно сделать несколько росточек вот один наверно один сделаем росточек пусть он еще подрастет вот так раз обрезали детку сделали вот делаем детку вот какой длинный длинная веточка пошла в рост вот это здесь уже вот так сделаем это немножко срежем вот так ой поломала ничего так поломанный посадим вырастет все вроде бы этот костик мы обрезали это это с другого костика замечательный костик так как мы выходим с положения с незнакомым растением а вот смотрите как берем маркер пишем на нем номер два на стаканчиках пишем номер два и когда растение зацветет я буду смотреть по номеру и напишу название я потому что по цвету я знаю где какое у меня растение а по номерам я точно угадаю вот я взяла пять стаканчиков и все пять стаканчиков подписала номер два и теперь буду высаживать эти пеларгошечки смотрите самая длинная пеларгония ска растет вот этот кончик желательно подрезать не нужен такой сильно длинный вот так вот таком состоянии я хочу вам показать все поэтому все одной рукой стараюсь и просто вставляем в горшочек не укорените ничего вы так просто вставили и все теперь следующее растение вот видите какое просто вставляем горшочек я люблю вставлять до конца горшочек а здесь вершок должен быть следующее и вот последнее растение вот это тоже длинноватая немного нужно срезать пока нацелюсь одной рукой она у меня упадет и сажаем в горшочке и таким образом поступаем с остальными растениями только пишем на следующем горшочке номер три номер четыре номер пять и так высаживаем все мои растения и так я с вами укоренила вот 19 черенков свои растения больше обрезать не буду весенняя обрезка на этом закончена будет летняя обрезка летнюю обрезку вам буду показывать теперь приступим я их не поливала сажала в чисто сухую землесмесь смесь я говорила там торф и перлит теперь накачиваем опрыскиватели и начинаем поливать опрыскивателем очень удобно поливать бывает еще с такими длинными гибкими носиками ну какой у меня есть такой есть я такой вам и показываю поливать нужно воды столько чтобы на дне показалась водичка и тогда достаточно еще вам хочу сказать из-за чего я поливаю сажая в сухую землю так как посадила на глубину а затем когда поливаю земля более плотного состава делается и обволакивает череночек не нужно его пальцем прижимать так как обычно сажаем посадили и пальцем прижали это очень удобный способ попробуйте может вам понравится мне он понравился пальцем тоже легко прижать вот так взяли череночек и землю прижали тоже очень хорошо хороший способ но этот тоже мне понравился эту пиларгонию не надо подсушивать ее очень легко укоренять ну как может быть это для меня легко для кого-то сложно ну учитесь делайте как я может быть у вас получится тоже легко укоренить ее видите немножко неудобно доставать ее чтоб полить если бы носик был длиннее было бы удобнее вот так вот я все пиларгошечки пройду полью перлитно питается заберет лишнюю влагу и затем постепенно будет отдавать моим растениям влагу перли свои вновь посаженные растения на окно не ставлю я ставлю напротив окна вот возле холодильника поставила чтобы на холодном окне они не подмерзли сегодня они будут здесь стоять все спасибо всем за внимание оставайтесь на меня на моем канале когда зацветут эти малышечки все вам покажу расскажу как дальше буду формировать свои растения всем удачи всем пока